Это василисник. Все более популярным в последнее время среди садоводов становится цветок василисник. Растение при цветении напоминает нежные пушистые облака, парящие над садом. Но не только за декоративные качества полюбилось растение, а еще и за неприхотливость, простоту в посадке и уходе, а также морозостойкость. Растение относится к семейству лютиковых. Василисник отличается прямостоящим стеблем, полностью лишенным листвы. Стебли тонкие и крепкие, лишь в нижней части покрыты ажурными перистыми листьями. Имеются прикорневые листочки, очень симпатичные ажурные треугольные формы. Куст вырастает до двух с лишним метров. Это зависит от сорта. Соцветия могут быть метельчатые, кистевидные и щитковидные. А расцветка бывает розовый, белый, кремовый, зеленоватый, сиреневый и даже желтый. Всего насчитывается более полутора сотен разновидностей этого растения. Но самыми популярными являются водосборолистный василисник. Это компактное многолетнее растение. Размер куста в высоту достигает не более 1,2 метров. Листья сизые, ажурные. Цветет этот сорт небольшими ароматными цветочками, которые могут иметь белый или бледно-лиловый окрас. Соцветия метельчатые. Имеются гибриды и окрас цветочков может быть уже красным, лилово-розовым или темно-фиолетовым. Следующим популярным сортом является василисник де лавея. Это тоже травянистое растение, но выше предыдущего. Может достигать высоту более полутора метров. Отличительная черта, соцветия похожи на помпоны. Окрас махровых цветков может быть розовым, лилово-сиреневым. Махровые цветки среднего размера. Собраны в метелке длиной до 40 см. В тени имеют насыщенную розовую с сиреневым оттенком окраску. На солнце они становятся белыми. Цветение данного растения начинается в августе. Растение плохо переносит застой влаги около корней, поэтому полив должен быть умеренным. Чтобы сохранить влажность почвы, ее мульчируют торфом. Культуру не подкармливают. Василисник – морозоустойчивое растение. Дополнительная защита требуется только молодым побегам. На зиму их обильно насыщают водой и укрывают либо мешковиной или слоем листвы. Вторым представителем.